Здравствуйте, вы на канале про продукт. Как солить мойву? Секреты домашнего приготовления. Любителям рыбных блюд сейчас представлен большой выбор этих экземпляров. Одним из наиболее доступных и бюджетных вариантов является мойва. Относится рыбка к семейству лососевых. Несмотря на свой небольшой размер, она приносит много пользы человеческому организму. В состав мойвы входят селен, витамины в 12, аиди, а также другие ценные вещества. По своей питательности этот представитель не уступает даже мясным продуктам. Особенно вкусно получаются закуски из соленой рыбы. Будет полезно иметь под рукой рецепт, как солить мойву простым и быстрым способом. Секреты приготовления. Такого маленького представителя лососевых можно жарить и даже коптить, но вкуснее всего употреблять мойву в засоленном виде. Существует несколько нюансов, которые помогут сделать ваше блюдо более изысканным. Чтобы правильно солить мойву дома, необходимо соблюдать некоторые простые правила. Для засолки лучше использовать свежую рыбу, она должна иметь серебристый цвет с отливом. Если продукт свежезамороженный, то размораживать нужно только при комнатной температуре или на нижнем ярусе холодильника. Солить можно как целые, так и потрошенные тушки. Обязательно промыть под струей воды. Эти простые советы помогут правильно выбрать качественную рыбу и превратить ее в настоящий деликатес. Классический способ засолки. Этот рецепт давно себя зарекомендовал. Им можно пользоваться, не прилагая больших усилий. Ингредиенты. 1 кг мойвы. 1 литр воды. 2 чайные ложки сахара. 4 столовых ложки соли. Черный перец горошком. Лавровый лист. Тушки моем и потрошим, не удаляя головы. Следующим этапом готовим тузлук. Кипятим воду, немного остужаем, солим и добавляем сахар, лаврушку и горошки перца. Количество пряностей зависит от личных вкусовых пристрастий. Возвращаем тузлук на печку и еще раз кипятим. Рыбу нужно сложить в емкость и залить холодным раствором воды и специй. Каждая рыбка должна находиться в рассоле полностью. Убрать на сутки в холодное место. Совет. Попробуйте рыбу после выжданного периода времени. Если блюдо солено мало, то оставьте его еще на один день. Количество ингредиентов может меняться в зависимости от того, сколько мойвы необходимо засолить. Такой способ засолки подходит для любителей малосольных рыбных закусок. Сухой посол. Сухой способ придется по душе любителям быстро готовить. Для этого понадобится 1 кг мойвы, 3 столовых ложки соли, гвоздика, кориандр и листки лавра, по вкусу. Прежде чем солить, каждую рыбку очищают от внутренностей и промывают. В заранее подготовленную посуду складывают тушки, посыпают смесью специи соли и хорошо перемешивают между собой. Накрывают плоской посудой и ставят пресс. Через 12 часов продукт готов к употреблению. Особенности пряного посола. Метод отличается от других особенным набором ингредиентов. Для пряного посола потребуется. Пол килограмма мойвы. 1 столовая ложка соли. 1 столовая ложка лимонного сока. 2 лаврушки. 6 штук. Гвоздики. 5 горошков душистого перца. Растираем до порошкообразного состояния листы лавра, гвоздики и перец. В готовую приправу насыпаем соль. Промытые целые тушки складываем в чашку, добавляем смесь специй, лимонный сок и хорошо перемешиваем. Покрываем емкость пищевой пленкой и ставим на трое суток в прохладное место. Способ хорош тем, что блюдо получается не слишком солено, но имеет особенный пикантный вкус. Деликатесная рыба. Зерна горчицы, используемые в рецепте, придают закуске специфический вкус и аромат. Метод подойдет для поклонников пикантных блюд. Прежде чем солить, подготовим. 1 килограмм мойвы. 3 головки лука. 3 зубочка чеснока. Половину лимона. 7 душистых горошков. 3 гвоздики. 1 дробь 3 стакана подсолнечного масла. 1 чайная ложка соли. 1 чайная ложка жидкого меда. 1 чайная ложка семян горчицы. Половина чайной ложки кориандра. Удаляем головную часть внутренности и тщательно моем тушки. Лук режем полукольцами и закладываем рыбу. Отдельно смешиваем специи, измельчая их. В другой тарелочке перемешиваем раздавленные зубчики чеснока, растительное масло, лимонный сок и добавляем получившуюся приправу. Засыпаем мойву этой смесью. Размешиваем до равномерного распределения маринада. Оставляем блюдо на столе, а через час убираем в холод. Подавать на стол можно уже после 2 часов выдержки. Универсальный метод. Это еще один необычный посол мелкой рыбки. Подходит не только для мойвы, но и для кильки и тюльки. Подготовьте следующие составляющие. 1 кг рыбной массы. 100 г соли. Половинку чайной ложки сахара. Половинку чайной ложки черного перца. 2 гвоздики. 5 горошин душистого перца. Кориандр по вкусу. Корица по вкусу. Щепотка сушеного имбиря. Щепотка мускатного ореха. Веточка розмарина. Готовим массу порошка из всех пряностей. Рыбу предварительно моем, но не чистим. На дно эмалированной посуды насыпаем приправу. Мойву выкладываем слоями, сдабривая каждый из них смесью специй. Последний слой придавливаем чем-то плоским и ставим гнет. Помещаем тару в прохладное место. По истечении 12 часов можно снять пробу. Держать соленую мойву в холодильнике следует не более 7 дней. Рецепт засолки икры. Солить икру мойвы легко и быстро. В этом поможет простой метод приготовления. Нужно подготовить. Половину килограмма икры мойвы. 150 грамм соли. Подсолнечное масло. Делаем раствор из пол-литра воды и 50 граммов соли. Заливаем им очищенные икринки, перемешиваем, сливаем воду и повторяем процедуру еще дважды. Раскладываем икру по стеклянным баночкам и заливаем маслом. Слой должен покрывать массу на 3 мм. Убираем в холодильник на 3 часа. Соленая икорка станет прекрасным дополнением к завтраку. Солить мойву в домашних условиях очень быстро и просто. Каждый рецепт отличается набором специй, которые придадут блюду особенный вкус. Такая маленькая рыбка обычно подается как закуска и приятно выглядит, если сверху украсить ее лучком. Необходимо следовать правильной технологии приготовления и тогда на праздничном столе будет стоять красивое, вкусное и ароматное моего домашнего приготовления. До следующего выпуска и не забывайте подписываться на наш канал.